Всем привет и всем здравствуйте! Это политическая, идеологическая и антропологическая программа на Урал-1 для узкой прослойки ценителей. По пятницам вы, как всегда, можете за пять минут узнать о том, что случилось важного, смешного, ужасного и прекрасного. Видеоблог кошки – это обозрение событий, произошедших за неделю в Челябинске и области. События, которые могут иметь последствия и влияние на будущее. Ну что, дорогие мои любители челябинской политики, узок круг, конечно, нас, революционеров, страшно далеки мы с вами от народа. Думали такие, что эта музыка будет вечной. Шоу кандидатов в Госдуму 2016. А нет. Осталось всего-то часов 60-80, и мы узнаем имена победителей ринга. Персональные дела отдельных боксеров и специалистов по боям без правил мы обсудим сегодня с политологом Александром Подопригорой. Так что начну я практически со светской жизни. После того, как Урару в прошлые выходные опубликовала рейтинг губернаторов и расставила оценки уральским за то, кто и как принимает участие в выборной кампании, и Челябинский-Дубровский оказался совсем не в первых рядах. Хотя вот в этом кейсе какой хвост и какой собакой вертит, скажите, именно Урару отличается особой добротой губернатору и его команде. Так вот, после публикации явно обострился пиар-отдел резиденции. Нам явили первое посещение Дубровским публичного мероприятия с супругой. И не просто мероприятие, а прослушивание концерта духовной музыки в храме в Кыштыме. Дубровский побывал в новом путинском перинатальном центре, который, правда, официально откроется только 1 октября. А пресс-секретарь Дубровского выпустил очередной мимимишный ролик, в котором губернатор проехался вместе с учениками на новом школьном автобусе из поселка Кленовка в школу номер 11 Еманжелинска. И громкий вывод на том же Урару. Губернатор Дубровский перевел компанию на ручное управление с не менее оглушительным подзаголовком. За несколько дней исход выборов в Госдуму изменится кардинально. А в чем, собственно, спич? А в том, что Борис Александрович Дубровский собрал совещание и по донесениям моих агентов потребовал выиграть с Единой России пять округов из пяти, а иначе всех в пыль сотрет. Ну, что ж, вовремя, за пять дней до выборов. А я вот знаю такую народную поговорку. Сопливых вовремя целуют. И мне, и не только мне, кажется, что примерно до Нового года нужно было обратить внимание на все эти страдания. И еще одна тема, которая будет мучить и после выборов. Бизнес уходит из Челябинска. Так написал 74.ru. Причина – более низкие налоговые ставки в других регионах Российской Федерации. И хорошо бы, Борис Александрович, вот именно сейчас порешать этот вопрос, как бы призывает его в этой статье Борис Витгов. У нас постоянно говорится о том, чтобы сделать выгодные условия для всех инвесторов. Однако мы опять смотрим узко, распространяя налоговые послабления только на производственный сектор. А я добавлю, ММК и грядущий РМК, как налогоплательщики в области, это может и прекрасно. Вот только, как сообщает уже нам знаком, 70% челябинцев хотят переехать на море. Может быть, еще не поздно поправить что-то в нашей консерватории? На сегодня все. Ваши вопросы, замечания, сливы, инсайды, слова любви вы можете смело отправлять на мою почту. Кошка Куприна, собака Яндекс.ру. И не забудьте, пожалуйста, особенно хорошо провести эти выходные. Пока!